Вот смотри, тут все, и вот эта тема, короче, по поводу на каждой странице разные группы, значит, то есть, например, лампы, один фильтр, а что там еще у нас идет? Я показываю на примере вот пока старой копии сайта, то есть, ты видишь, на домене, на этом, просто шланг это отключен, не, они отключены, да, тут не столь важно, я тебе в админке буду показывать, смотри, для каждой категории, то есть, смотри, вот раздел, да, это категория, грубо говоря, сейчас я зайду еще раз покажу тебе, вот категория, так, в одной категории одни товары, вот следующие другие, и они не должны пересекаться, вот смотри, для источников света, что мы делаем? Сейчас я здесь зайду, значит, опять диджей каталог, для источников света, вот нам нужна вот эта группа полей, вот первая, вот эта тема нам нужна, здесь мы создаем для каждой раздельной категории свою группу, просто создать, здесь я тебе говорил, тут ничего нет, здесь просто надо задать для нее название, чтобы ты знала, к чему потом она относится, так ее назови, вот это название, оно не будет фигурировать у тебя на сайте, для себя назови его где, все сохранил, закрыл, и эта группа, она у тебя уже будет высвечиваться где, еще раз заходим, уже заходим экстра поля, создаем, и вот поле, новые поля, ты создаешь для другой группы абсолютно, которые не пересекаются, и соответственно категорию, вот здесь, вот они будут, вот. Чтобы для группы были свои фильтры. Да, 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 то есть ты просто группу полей для каждой категории назначаешь, там где они не пересекаются, то есть все, вот здесь выбрал, и это поле будет только там. Вот, дальше, теперь, момент по поводу как вывести на сайт, ты знаешь, что один и тот же модуль можно вывести неограниченно на сайте, как это делается? То есть модуль, о каком я модуле сейчас говорю? Вот модуль слева, фильтр, это модуль, который идет вместе с этим каталогом, DJ каталог. Зашел я в модули, сейчас я отсортирую по включенным, вот смотрим, где он тут, как я там называл-то, корзина. Это DJ каталог модуль? Фильтр, вот он, DJ каталог. Левт, видишь колонка, left columns, слева как раз она выходит. Вот смотри, она создана, вот, и вот здесь группа полей, вот тут ты выбираешь, где им показывать тоже. Вот видишь, она в списке вторая вылезла. То есть только для источников света вылазит у меня вот эта слева тема, вот. То есть ты здесь тоже делаешь. Для новой страницы ты что делаешь? То есть для той страницы, для которой другие параметры, ты нажимаешь создать в модуле и ищешь такой же здесь каталог, новый модуль. Такой же он будет, только с другими параметрами. Где вот он? Сейчас смотрим, DJ каталог, главная страница, модуль, корзины, поиска. Вот он, фильтр. Смотри, ты просто по заголовку кликаешь и тут то же самое. Группа полей, вот, выбираешь уже вторую. И посмотри настройки, как сделано у первой, либо сам здесь поспочитай. Тут немного, в принципе, задать можно какие-то свои параметры. Все, не забудь привязать на страницу только на указанную и на эту страницу, к которой у тебя относятся. То есть, к определенной, правильно? Только к определенной. То есть, соответственно, у этого фильтра, который сейчас стоит, зайди в него, тоже назначь те страницы, к которым только он относится, чтобы он не вылазил на других. Соответственно, здесь укажешь. Ну и все, здесь тебе ничего, в принципе, не надо делать. И здесь тоже ничего. Здесь не забываешь и вот здесь обязательно, вот, именно вот здесь. Уже сначала создай эти группы полей. Вот она так и называется. Видишь, там группа полей. Соответственно, здесь также не запутаешься. Вот она, группа полей. То есть, можешь сразу нажимать вот ниже иконка новая группа. То есть, он тебя кинет сразу на создание, чтобы ты два раза видишь. Новая группа, то есть, мы создаем новый каталог с товарами, уже будет, допустим, сверло. Да, но сначала раздел надо создать, я думаю, вот здесь сверло. Потом этот раздел привязать. Привязать, да. Потом ты к этому, то есть, ты первое делаешь сначала вот здесь раздел. Дальше ты создаешь для раздела группу полей. То есть, одна она только. А потом ты для этой группы полей создаешь вот эти экстра поля, которые только к сверлам относятся. А потом ты идешь в меню и выводишь на меню. А потом ты идешь в модули и для него фильтры выводишь. И только на этой странице, которую ты вот создашь, только что создал для сверла. Вот и все. А как мне, допустим, вот сейчас в лампы добавить еще одно меню? Вот сюда в лампу, что ли? Да. Чтобы всплывало? Да. Чтобы лампы ушли в подменю. Вот здесь сейчас выбор цоколей. А там, ну, грубо говоря, общая категория арсенала будет. Значит, создаешь просто арсенал, идешь в my menu, my menu, создаешь создать. Здесь пишешь арсенал, пункт, тип пункта, выбираешь диджей каталог. Ну, а, подожди, он, арсенал будет просто при наведении выскакивает под менюшки, да? Да, лампы там. Тогда здесь ты выбираешь разделитель, то есть системные ссылки, разделитель, вот. То есть она будет не кликабельна, вот как лампы, но при наведении будут всплывать вот такие вещи. А чтоб всплыл сверло еще, что ты делаешь? Сейчас покажу. То есть создал, также создаешь новый пункт, называешь сверло, здесь ты выбираешь уже диджей каталог для сверл, а здесь выбираешь, ну, список товаров, таблица, блок, плитка, скорее всего, вот эта. Угу. Вот, ты его выбрал, сейчас страница обновится, а здесь выбираешь категорию, вот это сверло, которое ты создашь. Угу. Производитель, ну, мы не делаем, да? Ну, тут все, как бы, вот, сверла. А теперь, как ее, чтобы она вывелась вот здесь? Вот здесь ты не забываешь справа, родительский элемент найти, как там, ты сказал, будет? Арсенал. Арсенал. Вот здесь просто находишь арсенал, вот как лампы здесь есть. Угу. Кликаешь, все, и он уже будет вот здесь в всплывающем списке. А если вот здесь между ними надо тебе сортировку сделать, сначала здесь сохранишься, а потом… Светильники, допустим, как перенести, чтобы он вообще был в арсенале, а отсюда пропал. Вот светильники в арсенал перенести? Да, то есть, херь у них пропал, накладные, садовые и прочее, тут вот эти вот фильтры. Смотри, светильники, ну, тут тоже самое, не догадываешься? То есть, ты должен зайти в светильники и назначить родителя, это так называется. А, родители – это верхняя часть, с которой он уйдет, да? Да, да, да. А он сейчас сам в себе является родителем. Да, сейчас он… вот эти все верхние – это все родители. Это все дети, ниже. Соответственно, как он там… светильники, да, ушли? Вот где он? Вот светильник, заходишь, и все под… и получается только надо посмотреть, у него же тоже есть подгруппы, видишь? Они скорее всего… Отключить все. А, ну тогда отключать, как знаешь, да? Ну, так… Смотри, короче, светильники, вот здесь выбираешь… Вот он, родительский элемент, так и называется. Выбираешь вновь созданный вот пункт, и он уже родитель. Но сначала лучше, наверное, зайди… Вот как здесь увидеть родителя? У него вот здесь прочерки такие стоят, видишь? Угу. Это уже, значит, они дети. Вот когда такие прочерки. Значит, ты находишь светильники, а ниже идут его… вот они сразу под ним. Смотри, напротив каждой вот так вот отмечаешь, которую надо отключить, и вот здесь вот снять публикации. Но только выдели сразу, чтобы быстрее не каждую кликнуть, потому что мы можем просто по галочке вот так кликать и по одной штуке отключать. Вот, вот как выглядит отключенный, видишь, с крестиком. Это я понял, понял. Всё. Вот так ты выбираешь их, и снять с публикации, и всё. Их не будет. Вот давай, в принципе, снимем с публикации. Всё. Вот, видишь, написано. Семь пунктов снято. Давай обновим страницу, посмотрим. Ну, я не все снял, похоже. Вот одна осталась. Ну, я понял всё. Просто я не зацепил её, она тут… А потом делаем светильник не родителям, а подключаем его к другому родителям. Да, да, да. Вот это то, что я объяснил в видео, посмотришь. В светильнике надо зайти, и вот он, родительский, выберешь здесь. И он станет родителем, да. То есть, в смысле, он станет ребёнком. Ага. Вот, в принципе, по этим. Ну, в принципе, мне совсем этим понятно. По потолкам я, наверное, к тебе обращусь там, что-то красиво оформить, я так понимаю, дополнительную плату. А что за потолки? Ну, там просто, допустим, я так понял, что если я буду просто тупо там что-то в них писать, или ещё как-то, там это будет вываливать по странице в произвольном порядке. А, вот это ты имеешь в виду? Да, да. Вот выбрал материалы, ещё что-то. Ну, и как ты хочешь красиво это сделать? Без понятия пока. Что у тебя вопрос? Да. Ну, единственный вопрос, там страницы акций, что, ну, это мне надо создать материал и привязать его к акциям, да? Да. Это сейчас все разделители вот это внизу. Они не кликабельны. То есть, для неё статьи нет ещё, не созданы. А создать для чего-нибудь одну статью, чтобы так, в случае у меня видео было? Менеджер материалов создать. Ну, вот здесь пишешь статью всю свою. Угу. Ну, для неё вот тут вот ещё категории создать. Видишь, пока нету. Угу. Ну, можно, нет, если ты, как бы, смотри, вот эти нижние все, их можно засунуть все вот, нет категории, вот это, ан-категории. Все сюда можно, в принципе, сгибнуть. Она тут у всех сайтов автоматически она создаёт. Сохранить, закрыть. Категории знаешь, да, как создавать? Угу. Вот категорию. Вот. Зайдёшь и создаешь, какую тебе надо, да. Вот смотри, например, это у нас идёт акция, да, ты говорил? Угу. Ну, всё, пункт меню есть, мы заходим, только вот смотри, здесь у нас пункты-то другие, здесь у нас раз-два-три. Менюшки другие, то есть они у нас, по-моему, это меню-футер у нас называется. Акций нет, да? Значит, это меню-два или три. Вот она акция, видишь? Угу. Захожешь в акцию, здесь, ну, то же самое, здесь аналогичные практически действия все. Выбрать. Здесь ты берёшь материал, вот он. Угу. И, в принципе, он ведёт же на один материал, значит, мы выбираем материал, отображать отдельный материал. Угу. Она грузится, ждёшь. Обновил страницу, тут же появляется вот здесь новое поле. То есть, надо дождаться вот это поле. И здесь ты кликаешь выбрать, и вот он. Тест, и тут будут другие статьи твои. Тест. Ага. В джумле самой. Не в шаблоне, а в джумле. Там, где материалы. Там, где вот это всё отключается, и отключается вот это. И ты в уроках. Да, да. Вот тест, вот заголовок тест. Чтоб заголовок отключить, это в статье отключаешь. Знаешь? Да, это я тоже смотрел. Вот эту Россию как изменить. Кого? О, Россия. А, я тебе потом дерну. Я что-то не сообразил, как мне это всё скопировать. Через команду найти. Чё скопировать? Ну, ты говорил, сделать резервную копию. Да, да, да. У тебя, кстати, обновление у меня уже есть. На каталог. Ну, и на защиту. И, ну, и джумла она так обновляется. Обычный способ. Так, а чём я для этого нужно сделать? Сейчас, подожди. Я сначала одно показываю. Я просто ищу твой сайт. Тринадцатый. Здравствуй. Вот. Смотри. У тебя надо найти будет, сейчас покажу тебе, вот правка подвала. Вот, видишь такой файл footer.php. Угу. А, его открываешь, ну вот я открываю таким редактором. Он называется Notapad++, бесплатный редактор, официально бесплатный. Угу. Ты его качаешь или через, я не знаю, блокнот можешь править. Здесь ищем это слово, Россия. Вот она внизу, строка. Здесь просто, что эта программа хорошая, здесь номер строки говорю и всё. Вот 23, видишь напротив. Угу. И вот, вот здесь только аккуратнее, не удали вот эту фигню, а то не будет работать. Нет, я в курсе. Вот, вот это всё можно удалить между вот этими кавычками, между тегом A и тегом span. А вот этот спайлер где искать? Эээ, щас. Так, щас я тут закрою. Я просто извлекаю, а ты, по идее, у тебя шаблон уже нет самого. Да, это мне надо заходить на эту, да? Или, или, или давай мне сразу, я тебе сейчас напишу, что написать, передам этот файлик, а ты его на хостинге закинешь. Да, я им надо с вами разобраться. Конечно, каждый год там будет. Каждый год меня там будет? Ну там же сейчас будет, допустим, там Giphouse 2017, потом там будет Giphouse 2017-2018. Короче, скорее всего он вот здесь, смотри, TPL, видишь папку. То есть, то есть, а как сюда попасть? Это надо зайти в Joomla, в корневой каталог, темплейс папка. И шаблон у тебя будет называться вот так вот. GM апартамент. Угу. Заходишь, дальше папка нижняя, TPL, дальше blocks и футер PHP, вот он. Давай я его открою еще раз посмотрим. Это уже оригинальный. Вот, да. Видишь, написано Joomla templates monster. Угу. То есть, это вот монстр. Joomla monster. То есть, это оригинальный идет копирайт самого шаблона. Я его заменил просто на Россию. Вот. Угу. Но только здесь у тебя может быть такая проблема. Ну, не то, что проблема. Тут видишь, как идет. Здесь одно, а вот это тег другое, а тут еще вот что. То есть. Но мне до этого не будет, ты там уже переделал под Россию. Я переделал, да, да, у тебя не будет. Да, да, да. Поэтому ты просто в том месте меняешь. Тут просто какая-то ситуация. Здесь ссылка же. Если тебе надо с ссылкой, то с ссылкой у тебя, видишь, вот у них ссылка идет, вот. Угу. Поэтому слово вот это, Joomla monster, оно является вот этой ссылкой. А у тебя, по-моему, нет ссылки, да? Я просто убрал ее. Ну, скорее всего. Я просто не помню, не кликабельно. Ну, так что, если ссылка нужна, можно просто отсюда с оригинального файла взять всю конструкцию и заменить ссылку вот здесь на свою. Ну, соответственно, вот title, вот не забыть title. Это заголовок ссылки, походу. Вот здесь его надо поменять на свое. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok